Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очередную нимфочку, которая хорошо работает круглый год. Особенно хорошо она работает в мутной воде и в пасмурную погоду. Я взял крючок номер 16 фирмы. Вот такой страйк. Можно использовать крючки ТМС-200Р, Тимка. Или же подготовите себе крючок, подогнете. Немножко огрузил и закрепил нить. Подводим нить к началу загиба. Хвостик я буду изготавливать. Вот у меня есть остатки вот такие перьев. Буквально щепоточку, 3-5 бородок мне необходимы для моего хвостика. Вот приблизительно вот такой пучочек. Длина его равна длине тела. Подровняем кончики, чтобы они у нас не торчали в разные стороны. И подхватим притяжной петлей. Посмотрели. Вот так меня вполне устраивает. Подхватим окончательно наш хвостик. И в этом месте мы с вами закрепим лиску, которой мы будем сегментировать потом тело. Приблизительно где-то 0,08-0,07. Если есть 0,1, пожалуйста, используйте. Все зависит от величины вашего крючка. Все материалы стараемся закрепить так, чтобы не доходить до нашего свинца. Подхватили. Добавим немножечко клея на место крепления. И теперь нам необходимо с вами закрепить. Или же можете использовать люрекс. Но я отрезал полосочку. Вот такую обыкновенную из упаковки. Слегка заострил вот так края. Одну часть своей пленки я должен закрепить сверху. Строго сверху. Следим за тем, чтобы наша пленочка не уходила ни влево, ни вправо. Строго, строго, чтобы была закреплена. Перепроверимся. Переворачиваем крючок и точно так же закрепим вторую часть нашей пленки. Подхватили подрезанный край нашей пленки или люрекса. И аккуратно вот так теперь держим в натяжечку. Проматываем под нашим жалом. Закрепили. Оставили пока. Отвели в сторону. Теперь нам необходимо с вами изготовить тело. Тело мы с вами будем изготавливать из любого даббинга, который вам может прийти в голову. Но перед тем, как мы начнем изготавливать наше тело, нам необходимо хорошо подровнять все вот наши вот такие неровные места, переходы. Немножко сгладить так, чтобы придать вот такую вот конусность. Уводим нашу нить обратно к месту крепления нашей пленки. Оставляем, поворачиваем в удобное положение. Я буду, допустим, использовать вот такой лимонного цвета даббинг. Вы можете использовать серый, какой захотите, черный, зеленый. То есть, это в данный момент уже не столь существенно. Нам необходимо с вами изготовить хорошее плотненькое тело, которое потом удобно будет сегментировать нашей леской. Стараемся наносить так, чтобы наша даббинговая нить не выглядела очень толстой. Достаточно, чтобы она была плотная, лучше добавить потом или пройти 2-3 раза по одному и тому же месту. Изготовим примерно сантиметров 5-7. Длинную не делайте, неудобно будет работать. И теперь соблюдая так, чтобы у нас сохранилась наша пропорция, нашу конусность, мы начинаем формировать тело. Вот столько нам будет даббинга достаточно. Подкрутим окончательно. И заводим нашу нить впереди нашего свинца. Сделаем узелочек, чтобы наша нить никуда не убежала. Также тело, в зависимости от того, какой величины вы будете использовать крючок, потому что я в основном эту нимфу сейчас делаю для зимней рыбалки, можно использовать, вот как я уже однократно показывал, вот такую пряжу. И теперь нам остается только с вами аккуратненько взять нашу ленту, которую мы отрезали, подровнять и закрепить аккуратно сразу за свинцом. Не старайтесь сильно ее натягивать, но желательно так, чтобы она у нас никуда не уходила, ни влево, ни вправо. Придерживаем нижнюю. И также подхватываем теперь нижнюю. Еще раз перепроверимся, как она у нас вышла. Вышла у нас симпатично. Теперь окончательно можем здесь промотать. Добавим капельку, буквально, клея, так как пленка у нас, материал не совсем надежный, но так как мы его сейчас с вами закрепим, он будет достаточно хорошо, материал держаться. Переворачиваем нашу пленку наоборот, замочком. И теперь аккуратно отрезаем остатки. Удалили. Теперь нам остается с вами хорошо промотать, закрепить. И в зависимости от того, как вы, друзья, сейчас для себя выберете, мы можем покрасить нашу пленочку. То есть я для себя подготовил красный фломастер и подготовил вот такой зеленый фломастер. Они все на спиртовой основе, то есть позволяют спокойно выполнять нам окраску, так, что это не влияет на нашу пленку. И, кстати, держится значительно лучше на вот таком полиэтилене, чем на другом металлизированном люрексе. Покрасили красным, перевернем, покрасим теперь зеленым. Оставляем. Цвета для себя подберете, в принципе, то сами, как для вас будет удобно. И теперь мы берем нашу леску и очень-очень аккуратно, никуда не торопимся, стараемся хорошо просегментировать наше тело. Выберите для себя, допустим, в какую сторону. Или от себя, или на себя вы будете сегментировать. И обязательно следим за тем, чтобы наш с вами люрекс, эта пленочка блестящая, никуда не уходила. На первых двух-трех витках это будет у нас немножко затруднительно, но когда мы немножко ее подхватим, будет достаточно потом удобно нам ее крепить. Вот, как вы видите, уже практически на двух-трех витках нам вполне уже ее удобно крепить. следим за тем, чтобы у нас был аккуратненький, ровный шаг. скажу сразу, нимфа достаточно простая, но зарекомендовала себя очень хорошо. не все, правда, рыбаки еще они и знают, потому что я ее изготавливаю буквально второй сезон. Пользовались ею только мои друзья. в зависимости от величины хорошо ведет себя как на течении, так и на прудах. Подхватили нашу леску. Обязательно еще раз мы ее переломим и уже хорошо закрепим. остатки отрезали. Посмотрели, что у нас вышло, меня устраивает. Добавим теперь капельку клея на место, где мы закрепили леску. Хвостик можно использовать практически любой. Перо можно и куропатки брать, и то, что вы для себя выберете. Но в зависимости от величины тела он должен быть у нас немножечко пышненьким. В качестве опушки я подготовил перышко вот такое крашеной куропатки. Величина наших бородок, лапок, которые она будет имитировать, большого значения не имеет. я изготавливал вплоть до того, что бородки доходили у меня до хвостика, и мушка работала. То есть, в данный момент как-то засвидетельствовать, что вот, ребята, вам необходимо длину бородок изготовить вот такую, я не могу, поэтому пробуйте каждый в своем варианте. Хорошо закрепили нить, подводим колечку. учитывая то, что у нас перо достаточно короткое, возьмем с вами наш перодержатель и аккуратно, не сильно усердствую выполним ровно столько оборотов, сколько позволит нам наше перо. вышел у нас один полный оборот и еще выйдет один маленький короткий теперь закрепим перышко и сформируем головку нанесли капельку лака и наша вот такая мушка готова к работе цветами с опушкой плода того, что можно поставить шарик сюда золотой или белый пробуйте экспериментируйте благодарю вас за внимание до скорых встреч подруге спасибо встречу Субтитры создавал DimaTorzok